Всем привет! С вами Ярослава Громакина, нашидети.ру Сегодня мы с вами посмотрим платформу Лидеры России 2020. Это конкурс управленцев. В нем могут поучаствовать родители, наши мамы, папы, а также наши дети. Регистрируемся. Вам присваивают личный кабинет участника. Нужно вводить обязательно свои настоящие данные, фамилию, имя, отчество. Выбираете отрасль, в которой хотите посоревноваться. Регистрация прошла успешно. Нужно подтвердить ее с помощью телефона или электронной почты. Появилась новая кнопочка «Бросить вызов», чтобы вы могли пригласить вашего коллегу или друга. Можете выбрать направление. Я, кстати, участвовала год назад но я тогда была как раз беременная. Должна была рожать ребенка. И поэтому начала хорошо, прошла тест, а потом я попала в роддом и конкурс для меня на этом закончился. Вот. Тогда не было, по-моему, выбора направлений. Либо у меня было выбор то общее направление. Сейчас я поставила здравоохранение. Следующий этап это видеоинтервью. Вы снимаете короткий ролик о себе. Говорите, для чего вам этот конкурс вообще. говорите о вашем самом интересном растяжении, которое вы считаете на данный момент. Конкурс видеороликов так уже принят. Приняли. Больше заявки не принимаются. И сейчас у меня появилось новое задание. Называется «Эссе и проект». Значит, проект. Давайте посмотрим. Задание «Сердце лидера». Вам необходимо выбрать роль участия в проекте до 10 ноября в московском времени. Там, значит, нужно описать проект, который вы хотите реализовать. Если у вас такого проекта нет, вы можете просто посмотреть на проект других и проголосовать за них. У меня, конечно, проект есть. Я его задружу чуть попозже. А сейчас у нас четвертым пунктом стоит «Эссе». Мы предлагаем вам написать эссе о себе и своих профессиональных вызовах. Его написание займет около двух часов. Ого! Внимание! Эссе нельзя написать заранее. Ответы требуется вводить сразу в поле личного кабинета. Завершить заполнение всех разделов эссе необходимо в срок до 3 ноября. Так, ну что ж. Пишем написать эссе. Угу. Задание «Эссе». Уважаемый участник конкурса, пожалуйста, знакомьтесь с инструкцией по написанию эссе. Обратите внимание, что эссе является обязательным заданием конкурса. Оно необходимо в случае вашей победы для более точного выбора наставника и проработки вариантов вашего последующего развития. Как интересно. Эссе не используется для оценки участников, однако с вашей помощью мы хотим собрать данные о способе написания текстов успешными руководителями. Именно поэтому эссе необходимо писать сразу в личном кабинете. Функция вставки заранее написанного текста отключена. В эссе должны быть даны ответы на 14 вопросов по следующим разделам. Мое образование, мой карьерный путь, мои перспективы и планы, мои решения. Все 14 вопросов являются обязательными для ответа. Вы можете делать паузу между разделами и отвечать на них в любом порядке, однако после того, как вы открыли раздел и ознакомились с вопросами, вам необходимо сразу же ответить на них. Возврат к редактированию запрещен. После заполнения каждого раздела вам будет доступна только функция просмотра. Да, что сделать, если вдруг компьютер резко выключится, все зависит, да? Ну что ж, поехали. С чего начнем? Ну, наверное, мое образование. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по написанию эссе. Обратите внимание, что эссе является обязательным заданием конкурса. Оно необходимо в случае вашего... То же самое. Если вы приступите к написанию эссе, то у вас будет только одна попытка заполнить этот раздел. После этого вы не сможете прервать и вернуться к заполнению после завершения редактирования. Невозможно. Напоминаем, что невыполнение данного задания означает невозможность вашего участия в региональном полуфинале. Ого! Вы уверены, что хотите приступить к написанию эссе? Приступайте. Как ваши родители или другие родственники повлияли на ваше личностное и профессиональное развитие? Имело ли место в вашей семье передачи профессий по наследству? Например, династия врача, династия военных и так далее. Ну что ж, напишем. Мои родители, а именно мама Громакина Елена Михайловна и папа Сергей Владимирович Владимирович предоставили мне предоставили мне все необходимые условия для моего гармоничного развития образования и творческого вдохновения. Вдохновение к сожалению СМИ СМИ профессионально профессионально династии в нашей семье нет. Мама работы преподавателя а папа военнослужащий. Я же выбрала для себя карьеру по душе и стала врачом. Так. Личностное и профессиональное развитие надо дополнить. Так. Мои родители удохновения сформировали сформировали в уме чувства справедливости справедливости активную жизненную позицию привели выборские качества. Качества 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 нормального вывели 477 здесь хорошо. Чем вы руководствовались при выборе места обучения после окончания средней школы? Чем вы руководствовались при выборе карьеры? кто и как повлиял на ваш выбор? Давайте так напишем в моей семье появилась младшая сестра с рожденным заболеванием глаз и тогда мне захотелось стать врачом чтобы помочь чтобы иметь возможность помочь ей в лечении еще сравниваем еще с раннего детства я думала о выборе будущей профессии мне хотелось стать литеринаром чуть позже стать кстати я уже привела чтобы иметь возможность помочь ей помочь ей в лечении в лечении по средней школе средней школе любимыми предметами стали биология и химия биология и химия что помогло что помогло выбрать профессию лечебный я лечебный я так мой выбор большую роль сыграл о том большую роль сыграл тот факт что в план УД появился медицинский факультет при Брятском государственном университете я могла получить больше медицинское образование не покидая родного города не покидая родного города не покидая родной город так следующее кого и почему вы можете назвать своими учителями например ваш первый начальник один из преподавателей учреждения в котором вы учились ваш старший товарищ и прочие так ну вообще можно конечно долго об этом говорить в школе наверное так в школьные годы классный руководитель студенческие годы это кто был студенческие годы особенно мне помогли с выбором Лариса Леонидовна Зубкова так Александр Леонидовна Зубкова в преподаватель фатологической анатомии фатологической основного визитера а а так так проверим так что а так что Лариса Леонидовна Ваконава в интернаторику зато анатомии ваконава 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 Что я хотела... Ой, пардон. Так, ладно, что я тут привезу на металлим, привезу на металлим барах Лунова. А так, еще была вторая интернет-сторонная клиническая. А так толкобожен писать нам. Даже не знаю, насколько некому. Так, на работе ваш старший товарищ. Старший товарищ. Давайте так напишем. Старший товарищ. Балданов. Зариктон. Зариктон. Рекомендации. Так, могу дать вам рекомендации. Думаю, почему так. Думаю, запитая все эти люди, могу дать вам рекомендации. И еще, наверное, здесь напишем профсоюзный лидер. Анатольевна. Нужные рекомендации. Так, по-моему, все верно. Что мы пишем? Поле должно содержать минимум 307, а фонусы держит. Так, хорошо. Очень нравится. Давай так. Что ж, мое образование мы заполнили. Ну, давайте посмотрим мой карьерный путь. Ну, пожалуй, его. В принципе, все условия те же самые. Ну, что ж, приступим. Если вы работали, учили за рубежом, оцените, что это вам дало, как влияло на становление вас как профессионала и личности. Если не работали, не учили за рубежом, покажите ответить нет. Ну, что напишем? Я участвовала в месячном обмене студентами-медиками с Монголией. Ламбатор. 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 А где мне посчастливилось... Где мне посчастливилось увидеть собственными глазами? Глазами. Что из себя представляет? Здравое хранение. Ближнего. Зарубежья. 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 Что позволило дальнейшему полученное знание? Можно ли говорить о наличии вашей трудовой деятельности в точке карьерного прорыва? В моей трудовой деятельности была точка карьерного прорыва. Когда за один год меня назначили заведующим клиникой диагностической лаборатории наркологического диспансера и избрали председателя наркологического диспансера. Какой же это был год? Интересно знать. Так, 11. Блин, я не помню. Наверное, 2011. Вы ввели 202. Так, точкой карьерного прорыва. Ну, хорошо. Тогда я стала... Первый и следующий. Один, один с... Со своего выпуска интернов по клинической лабораторной... Опишите ваши три самые серьезные неудачи. Что же можно назвать своей серьезной неудачей? Еще и три. Ну, давайте из списка. Я даже не могу представить. Отсутствие дочери, наверное. Отсутствие дочери. Так, на данный момент я воспитываю двух сновей. Сновей. И, возможно, еще неверс. Таю упущенное. Так. Это первое. Своей самой серьезной неудачей. Самой серьезной. Я даже не знаю, что сказать. Удача-то как-то проще перечислить, наверное, чем неудача. Что еще можно назвать неудачей? Серьезной неудачей может быть отсутствие водительских прав. Водительских прав на данный момент неудачей. 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 Извляюсь пешеходом. 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 При покупке... Нет, при появлении в семье машина. Думаю, неудачей. Серьезной неудачей. Эту ситуацию. Еще что? При самой серьезной неудаче неудачей. Неудачей. Долгое, длительное отсутствие в жизни хобби. На сегодняшний день я уже исправилась и в многей жизни появилась хобби эта музыка. Очень жаль, что длительное время не было определенного увлечения. Наверное, так. Каковы три самые важные для вас жизненные ценности установки? Ну, конечно же, семья. Семья не трудно оставить что-то другое на это место. Место именно семья дает все то, что так нужно в жизни. Поддержку любовь любовь чувство полной ценности и удовлетворенность жизненная ценность справедливость наверное справедливость не мочит когда сталкиваюсь с справедливостью справедливость справедливость и что еще что там активность справедливость активность наверное активность нельзя оставаться с комфорта комфорта вот это застой движение 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 ну, пожалуй, так так имеете ли вы собственную сплоченную команду единомышленников которых вы готовы привлечь для совместной работы в случае вашей победы в конкурсе если да, кто эти люди да, у меня слышались очень теплые прочные и я бы сказала дружеские отношения с некоторыми коллеги имя это мои коллеги и друзья это мои коллеги и друзья это мои коллеги и друзья а имя ну, давай напишем опять списком, что ли так Балданов Зрикотова Котова 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 Оксана Зотова Вильяма Донбайн Семей Макогимы ну, наверное напишем еще Родственники и друзья Пускай Родственники Семенина Пожалуй, хватит а, нет, мало символов ну кто еще можно, конечно, писать многих людей но на самом деле насколько они привлекаемы будут к этому мероприятию может быть тогда у нас этот понтон Друзья которых я готова взять в свою команду в случае в случае победы в универсе и хватит не даем мои перспективы и планы и мои решения ну, мне непонятно что за мои решения давайте посмотрим их приступить мои решения сформулируйте развернутое описание одной конкретной проблемы существующей в вашем регионе описание одной конкретной проблемы проанализируйте ее причины следствия и объясните почему вы обрабатываете и на эту проблему хорошо в моем регионе существует острая нехватка мест в детских садах и яслях я обратила это внимание я так я обратила свое внимание именно на эту проблему так вот сама являюсь мамой который через два месяца нужно будет выходить на работу при достижении с ребенком полу пиралет в очередь на получение путевки в детский сад я встала сразу же после рождения малыша после рождения малыша через портал по услугу очередь была была около около трехсот человек в нужный насад и прошло полтора года и очередь сдвинулась всего на пятьдесят человек а значит попасть в сад просто нереально формулируйте одно или несколько возможных управленческих решений указанной вами проблем если необходимо укажите ресурсы сроки риски и другую информацию решение данной проблемы это строительство новых садов и ясень либо либо реконструкция старых зданий которые были отданы под другие нужды субсидирование частных детских садов с возвратом некой суммы родителям оплатившим посещение ребенка частного детского сада компенсация 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 денежная компенсация Родителям, чьи дети после полутора лет не попали в ясли или в детский сад? Дети после полутора лет не попали в ясли или в детский сад? Прозрачная очередь. Прозрачная очередь. Вплоть до пропанили. С указанием... Ребята, закройте маме дверь, Ашуна! С указанием... Вот, если такие есть. Если такие есть. Иначе, помимо голых цифр очереди, контролировать честность и попадание в сад, причем взяток будет невозможным. И пускай так. Завершим. Что у нас еще осталось? Мои перспективы и планы. Окей. Да? Ой, что-то петь. Ну, все верно. Фух. Ну, чтобы вы знали, что есть тут еще такая группа. В какой сфере управления, в каком типе организации и на какой должности вы видите себя в случае победы в конкурсе? Став победителем конкурса, кем бы вы хотели видеть себя в перспективе ближайших пяти или десяти лет? Я, конечно, бы хотела видеть себя в сфере здравоохранения. Возможно, возможно, главным врачом. Учреждение. Учреждение. Здравоохранения. Наверное, мы будем повторяться. В медицинской сфере. Учреждение здравоохранения. Через пять, десять, у меня республики. Ну да, мечтать не вредно, но хорошо, что еще нужно тут? Умение трехсот знаков. Через пять, десять, в аппарате, так напишем, в аппарате Министерства здравоохранения республики на любой этаже. Ну же, напишем, чего. Ладно, так. Так, и медицина – это навсегда, если у человека есть призвание, как у меня потом расстаться, будет болезненно или вообще невозможно. Как вы относитесь к государственной службе и почему? Готовы ли лично послужить государству и в каком качестве? Я положительно отношусь к государственной службе. Готовы ли я лично служить государству? Всегда. 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 В качестве колу у болезни хороша, если подходить к полу область, какой энтузиазмам государству, и в каком качестве? Ну, в каком качестве дошло möglichst невозможно. Множество Можете ли вы в нескольких предложениях Писать желанный для вас Образ России и будущего Как могли бы вы Поспособствовать воплощению Данного образа В реальность Желанный для вас Образ России и будущего Так Образ России Будущего Давайте напишем Читающая Высокоинтеллектуальная Страна 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 Патриотов Патриотов Читающая Высокоинтеллектуальная Страна патриотов Верующая Верующая Какая еще Образ России и будущего Высоко технологичная Технологичная Высоко технологичная Образ России и будущего Люди Дружелюбные 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 С хорошим доходом С хорошим доходом С хорошим доходом Чаще всего Дружелюбные Имеют Многодетные 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 Семьи А что еще Многодетные Семьи В домах царит атмосфера дружбы, люди заботятся о братьях наших меньших и природе, в экологии. Много волонтеров, заболеваемость низкой, заболеваемость и смертность низки, порождаемость высока, экономика. Высоком достойном уровне. Ну, в принципе, хватит, я думаю. Всё мы сделали и не за два часа, а гораздо быстрее. Может быть, нужно было и больше, по тысяче знаков печатать. Вот как-то так, на главном. Ну что, скачать ассеты даже есть? Надо посмотреть, как интересно. Прикольно, как это можно, наверное, будет даже опубликовать на своём блоге «Наши дети», что я и сделаю. И остался проект «Задание сердца лидера» до 10 ноября по московскому времени. У меня есть ещё 10 дней. В принципе, проект также готов. Поучаствую. Другой раз. Ладно, всем пока-пока. Надеюсь, что вам понравилось. Вы познакомились с вопросами эссе. Для меня они были в новинку. Я пыталась отвечать честно, пыталась отвечать быстро и показала вам. Если вы не знаете пока или не знали, что писать, вы посмотрели и теперь знаете, что вас ожидает, какие вопросы на эссе можете подготовиться. Ну, как видите, заранее напечатать текст не получится, как это было указано в задании. Но я думаю, что если вы печатаете достаточно быстро, как я, и грамотно, то проблем не возникнет. Всем пока-пока. Подписываемся на канал, ставим лайки. Это меня очень сильно будет радовать. Пишите ваши комментарии, что бы вы написали в этом эссе, если бы заполняли его или что уже написали, когда его запомнили. Чао.